Поисковый отряд Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева вернулся со Всероссийской вахты памяти. Что нашли наши поисковики, узнавала Юлия Важенина. В дождь и зной, днём и ночью, в болотах и окопах эти ребята работают в любых условиях. А всё для того, чтобы найти останки солдат Советской Армии, их одежду и предметы. Поисковый отряд «Память» появился 11 лет назад на базе исторического факультета ЧГПУ имени Яковлева. В Смоленской, Калужской, Ленинградской области бойцы отряда побывали в 12 экспедициях. Сейчас ребята вернулись со Всероссийской вахты памяти 2018. Вы играете в жизни почти в целом нашего государства, потому что это очень большое движение. Но не один год эта традиция движения закладывалась, начиналась. И самое главное, вы продолжаете это движение. И мне просто хочется ещё раз сказать слово благодарности. Почти за две недели участники экспедиции нашли 18 солдат рабоче-крестьянской Красной Армии, множество боеприпасов и личных вещей. Таким результатом можно гордиться и радоваться, но самим поисковикам этого недостаточно. Иногда так досадно получается, что мы находим целого бойца, но при нём нет никакого-нибудь семенного котелка, ложки, либо даже медальона. Это немножко расстраивает, потому что мы бы могли установить ещё одну судьбу. Борис Семёнов был на вахте три раза. И признаётся, только сейчас понял, каково было советским солдатам. Вы представьте, каждые 15 минут меняется погода. Это снег, солнце, дождь. Приходят осознание того, через что прошёл советский солдат. Через какие трудности, чтобы у нас с вами было мирное небо. В отряде были и опытные поисковики. Те, кто без проблем может отличить человеческие кости от животных, установить их возраст и даже физические отклонения. К ним относится и выпускник ЧГПУ Сергей Бесчаснов. Два года назад он закончил университет, но продолжает ездить в экспедиции. Мы подняли, как сказал командир, около переправы двух бойцов. И вот была найдена немецкая гильза с самодельной зажигалкой. Всё, что это осталось, это действительно грустно и печально. Многие не могут сдержать эмоции, плачут. Для меня, наоборот, это большая радость. Только с этой поездки участники привезли экспонаты, которые заняли целый стол. Теперь в планах отряда открыть музей. Увидеть все находки поисковиков можно будет уже этой осенью. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.